привет друзья всем большой привет из австрии на связи вена мы сегодня с францем вышли на прогулку и приехали в 10 район вены хотели бы вам показать несколько достопримечательностей нетуристических и приглашаем вас прогуляться вместе с нами сейчас я посмотрю куда нам надо идти хотела бы сказать что 10 район вены это фаворитом один из самых населенных перенаселенных я так думаю районов вены и в общем то этот район расположен около центрального железнодорожного вокзала так ну какие в общем то плюсы проживания 10 районе в общем то ну то что там железнодорожный вокзал рядом для тех кто путешествует это вообще супер во вторых очень много новых отелей настроили в общем то и они намного дешевле чем других районах вены ну а также в общем то по ценам намного дешевле чем в других районах вены но также есть минусы это в общем то и далеко от центра ну и в общем то не совсем удобно ну и скажем так 10 район вены это район эмигрантов и в общем то не очень скажем так спокойный район так что пошли друзья с нами гулять и первая наша достопримечательность это водонапорная башня узенькие такие улочки вообще-то как будто богом забытым митинг рамка очень интересное здание хотела бы сказать это что вот ну я не знаю кто-то может быть был газометрах кто был вене знают как они пристроили эти здания такие страшные под жилье ну а здесь конечно не жилье здесь проводятся выставки фортефик но мы бы хотели все-таки посмотреть на это здание и показать его вам к сожалению сокрыто кишлоусон и нет очень обидно закрыто нам туда была построена эта башня в 19 веке очень интересное здание жалко что закрыто смотрите какие ворота так в общем то получается у нас так что этот вас артур напор на эта башня была построена в 1898 году и в 99 промежутке в этом ага с 1956 году она больше не не работала франц говорит что раньше в те времена наверное и было как пожарная башня наблюдали здесь же район этой деревне был такой неприглядный район скажем так главный железнодорожный вокзал вены вен хаупт панхов очень простой и понятный вокзал напоминает кстати больше торговый центр а сверху отправляется поезда как пригородные так и по всей вене можно покушать когда ждешь поезд внизу магазинчики расписание очень удобный вокзал можно уехать в любую сторону здесь поезда те которые уезжают А вот зелененьким цветом это те поезда, которые приехали, прибыли на этот вокзал. Ну и вот здесь еще и беженцы из Украины. Ими занимается Коритас. Внизу торговый центр. Различные магазины. Ну и здесь тоже там, где платформа, где поезда отправляются и прибывают. Вот тоже магазин. Здесь платформа Шнельбана. То есть пригородные поезда. Ну и Макдональдс. Да, вот пригородные поезда. Можно доехать. И до Флорисдорфа. Да, и 6 минут. Удобно очень показывать. Это 6 минут до Майдлинга. А мы находимся сейчас здесь. Вот Шнельбан и метро. Да, вот, кстати, можно доехать сразу до аэропорта, если от Вин-Хаутбанк-Хофа ехать на пригородном поезде до Вин-Митте. Вин-Митте или Ландштрассе, метро. Я в помещении, откровенно говоря, не люблю заходить, потому что вот этими, с этими, под своим масками уже задолбали. Вон какой-то товарищ с ним, да, с этим спиром. Да, сегодня это Шотландия, из Шотландии. А, Франц говорит, сегодня в футбол играют шотландцы с австрийцами. Мы с Францем в 10-м районе Оберла, метро Красная линия У-Айнс. Здесь замечательный кур-парк. Мы стоим около термы. Рядом с автобусной остановкой, по-моему, 66-й автобус, мы с Францем приехали в метро, находится памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Для меня, откровенно говоря, это было неожиданной находкой увидеть памятник в таком месте. Пушкин, смотрите, одет в модном костюме тех времен, в цилиндре и тросочкой. Вы знаете, что у вас? Деньги, это шмуток. Это шмуток. Да, францужец говорит, могли бы и помыть. Он уже вот зеленый. Да, это медный. Он уже вот, конечно, здесь стоит между дорог. Здесь есть табличка. Александр Сергеевич Пушкин. Дар городу Вене. От правительства Москвы. 1999 год. Скульптор Юрий Орехов. Кур-парк Оберла. Варум Оберла. Вас из беду этот ла. Шанс тоже не знает. Говорит, наверное, деревня какая-то была. С собачком. Да, очень много различных водоемов. Прохладно. Уточки плавают. Вообще шикарный парк. Очень. Вот здесь написано, что это парк. Кур-парк Вена. Оберла. Был открыт бюргомайстером Леопольдом Крац. В 1974 году. Франц говорит, что он, этот Леопольд Крац, был алкоголиком. А вот он он. А видно, очень приятный человек. Шаусту. Канстеза. Кенрика Крехи. Я выберу Шаусту. На, я, да, за вождь. На, очень приятный человек. Утка. Да, утка. Уточки отдыхают. Цветочки цветут. И вот такое вот озеро. А с Францем домой поедем мы на Смарте. Можно арендовать на короткое время машину. 31 цент в минуту. Мы едем с Францем домой. Уже почти подъехали. Желаем вам всем всех благ. Мирного неба. И до новых встреч в эфире. Пока. Пока.